Начнем, собственно, брать в руки те самые методологические основы диспансеризации. Мы решили в нашем докладе сопоставить те возможности диспансеризации, те данные, которые у нас есть на руках, с теми программами популяционного скрининга, которые уже есть во всем мире. Просто для размышления, смертность от онкологических заболеваний в России высокая, выше, чем в Финляндии, например, и Канаде, но заболеваемость в этих странах намного выше, чем у нас. Этому есть множество причин, и сегодня была лекция Даю Георгиевичу с утра, но один из возможных компонентов решения этой проблемы – это программа скрининга. Мы решили обсудить именно проблему колоректального рака, потому что эти программы сейчас запускаются во многих европейских странах, и у нас появились новые технологии, новые возможности, и, собственно, это стало причиной обратиться именно на этот компонент диспансеризации. Здесь представлены данные по Санкт-Петербургу заболеваемости и смертности. Тенденция к уменьшению стандартизованных показателей смертности есть во всем мире, но у нас она не такая явная. Заболеваемость примерно на одном уровне сохраняется, это в Санкт-Петербурге. Если сравнить распределение стадий в 2002-2005 году и в 2006-2008, то принципиально оно не изменилось, хотя есть тенденция к уменьшению числа пациентов, выявленных в четвертой стадии, но здесь еще вопросы учета и регистрации нужно поставить, потому что больше пациентов появилось без стадии. Скрининг – это раннее выявление рака, бессимптомного населения, если очень краткое дать определение. И опять-таки слайд, который, наверное, есть и у Давида Георгиевича, и у коллег, что цель скринингового программы – это прежде всего снижение смертности. Каким образом? Снижение числа распространенных форм и увеличение числа ранних форм рака. И одна из целей скринингового программы – это снижение затрат на лечение поздних стадий. Аппортунистический скрининг, очень рады, что это определение уже используется часто, как правило, связан с большими затратами и с меньшей эффективностью, в отличие от популяционного скрининга, где происходит оптимизация затрат и повышение эффективности общей программы. Ну и теперь, какие условия успешной скрининговой программы. Здесь все они перечислены, но больше всего здесь вы увидите слов «качество», «контроль качества», «контроль», «качество оценки». Это ключевая позиция, на самом деле, в любой успешной скрининговой программе. Принципиально, конечно, что вы делаете, но не менее важно, как вы это делаете. И контроль качества выполнения, и диагностических тестов, и последующих за этим диагностических манипуляций и лечения крайне важен. И является неотлемнимым, составляясь частью любой успешной скрининговой программы. Скрининг – это всегда баланс между пользой и вредом. Ну и вред, который может принести этот самый скрининг. Польза – это, естественно, выявленные ранние раки. В случае коллектуального рака – это полипы и спасенные жизни. А что такое вред? Это некачественное обследование, это гипердиагностика, это нежелательное явление. Излишние затраты системы здравоохранения, которые мы перенаправляем на скрининговые программы и при этом забираем в какой-то степени при обследовании симптоматического населения. Это стоит учитывать. Ну и контроль качества, опять-таки, на примере эндоскопического скрининга колоректального рака можно показать таким образом. Если мы увеличиваем количество процедур, количество колоноскопий в рамках программы скрининга, мы увеличиваем эффективность. Но и увеличиваем вред, который мы наносим этими обследованиями. Это нежелательное явление, это гипердиагностика. Некачественное обследование также в какой-то степени увеличивается и в эффективность со временем, но в большей степени увеличивается вред. И при определенном количестве мы придем к точке, когда у нас вред будет превышать пользу. Вред некачественной программы, где качество не контролируется. Теперь о диспансеризации. Но я не буду повторять, что такое диспансеризация. Это приказ был от 3 февраля 2015 года. Это новый приказ. Что касается колоректального рака. В приказе отмечено, что следует выполнять исследование колоноскрытой крови иммунохимическим методом. Допускается применение вояковой пробки, безединовой. А и для граждан возрасте от 48 до 75 лет. Раньше не было. Более широкий был возрастной диапазон. И колоноскопия, и ректоромоноскопия в случае подозрения на онкологическое заболевание толстой кишки по назначению врача-хирурга или врача-колопрактолога. По сути, это и есть двухкомпонентная схема скрининговой программы, где сначала выполняется тест, и при положительном тесте пациент направляется на колоноскопию. То есть предпосылки для организации скрининговой программы все вроде бы есть. Принципиальный вопрос, который ставится, собственно, вопрос об эффективности диспансеризации. Вопрос первый. Какая целевая группа населения была выбрана, и почему эта группа населения была выбрана именно в приказе? Какие методы используются, и почему? А пробированы ли эти методы в рандомизированных исследованиях? Я просто отвлекусь. Если говорите, например, о раке легкого и флюорографии, то здесь как раз тот пример, когда мы активно используем флюорографию, которая в рандомизированном исследовании не показала какой-либо эффективности, но почему-то мы упорно продолжаем использовать флюорографию в качестве метода скрининга рака легкого. Какая медицинская эффективность, то есть каким образом диспансеризация снижает заболеваемость, смертность, уровень индивидуализации, инвалидизации, и какова экономическая, собственно, эффективность. То есть мы вкладываем деньги в скрининговую программу, но сколько мы экономим за счет внедрения скрининговой программы, за счет снижения количества опухолей и за счет снижения числа поздних стадий. Ну, давайте попытаемся на некоторые вопросы этих ответов. Во-первых, эти данные, которые мы получили из Мининформационно-аналитического центра у нас в Санкт-Петербурге по диспансеризации. Они небольшие, но тем не менее что-то, что-то. Во-первых, охват. Охват диспансеризации, во всем случае тот, который регистрируется, он практически 60%. Это очень много, потому что, если мы посмотрим на охват скринингом популяционным в Великобритании, то он не везде достигает даже того показателя, если посмотреть по различным регионам. Теперь по поводу, действительно, эти данные практически аналогичные. В Санкт-Петербурге были выполнены практически 400 тысяч тестов. Это очень много, но положительных из них было только 0,85%. И это очень мало. И либо здесь что-то не так с тестом, либо что-то не так с регистрацией, либо и с тем, и другим. Это нужно выяснять. Как раз вот это вопрос. Тест, скорее всего, использовался здесь, хотя и в приказе заявленном химически, по всей видимости, у нас используется бензигин. Но, к сожалению, в МИАЦе даже нет данных, какой тест использовался, где. То есть, эта информация не детализирована. И был выявлен в рамках диспансеризации 184 случаев колоректального рака, при том, что в Санкт-Петербурге в год где-то выявляется 3000 случаев. То есть, опять-таки, роль диспансеризации даже в выявлении, она в Санкт-Петербурге крайне низка в данный момент. Вопрос вообще, какие возрастные группы нужны? Почему у нас 48-75 лет диспансеризация в приказе? На самом деле, возраст участия в программах в разных странах различен. И вы здесь видите, диспансеризация вначале была 45+, то есть, без ограничений, сейчас от 48 до 75. Но как вообще, в принципе, выбирается возраст, откуда берются эти данные, почему мы решаем, что вот там, почему в Великобритании начали 60-69, и в Финляндии также, почему у нас 48-75. На самом деле, это нужно обсуждать, это нужно обсуждать нам, специалистам, потому что, чем нижняя граница ограничена? Собственно, возрастом начало заболевания. И, собственно, надо начинать не, наверное, 48, потому что нет еще того пика заболевания. Да, это профилактика, но мы тратим гигантские ресурсы, и возраст, и количество людей в этой возрастной группе намного больше. И мы должны выбирать нижнюю границу, исходя вот из этих данных. А верхняя граница, опять-таки, это медицинские ресурсы. Мы не можем объять необъятное и покрыть все население скринингом. Надо выбрать какую-то возрастную группу, и это уже будет эффективно сейчас, на данном этапе, в данный момент. Собственно, вот как выглядит охват диспансеризации, если посмотреть по различным группам? Опять-таки, заявленные в рамках то, что отчеты, и те, которые от отчета отправляются в МИАЦ, у нас в Санкт-Петербурге. Охват в некоторых группах достигает до 80%, в возрастных группах достигает до 80%. Это очень много. Мы все понимаем, что это, на самом деле, наверное, не так, но даже если это половина правды, то все равно это хорошо. Собственно, вот это так выглядит в некоторых возрастных группах до 80%. Второй момент. Интервал теста. У нас в рамках диспансеризации это 3 года, то есть выполняется тест каждые 3 года. На самом деле, таких программ нет. В основном выполняется либо раз в 2 года, либо раз в год. Но на данный момент, хотя из тех данных, которые у нас есть, нет однозначных доказательств о том, что частота значимо влияет на скрининг. То есть эти данные недоступны, возможно, влияют. Но 3 года никто не изучал, насколько интервал в 3 года влияет на эффективность программы. Данных об неэффективности такого подхода тоже нет. Поэтому над этим стоит задуматься. И, возможно, у нас есть, опять-таки, возможность провести исследование и понять. Может быть, 3 года это хорошо, это неплохо. Но это никто не изучал, к сожалению. И, опять-таки, какой тест? Это все варианты, представленные, которые возможны. Но мы знаем, что у нас в приказе все-таки есть рекомендация в сторону иммунохимического теста. Хотя, насколько нам известно, скорее всего, используется в основном бедензиновая или гвояковая проба. Да, она дешевле элементарно. Алгоритм скрининга. Собственно, я сразу перейду к следующему слайду по Санкт-Петербургу. Мы просто хотели посмотреть, что будет, если мы запустим в рамках диспансеризации программу скрининга. И получим те данные, которые получаются в международных исследованиях по числу положительных ответов, по числу колоноскопий с учетом 80% выполнения колоноскопии тем, кто на нее приглашен. И, собственно, здесь мы получили различные цифры, которые должны выявляться. Но в данный момент не выявляются. Во-первых, полипы. Полипы должны выявляться в любой скрининговой программе. Это тот компонент, который, собственно, профилактический. И данные о том, сколько полипов должно быть выявлено, они должны быть в программе диспансеризации, потому что это ключевой момент. Мы выявляем не только раки, мы их намного меньше выявляем, чем полипов. И в чем преимущество программ скрининга колоректального рака? Мы не только снижаем смертность, мы можем снижать и заболеваемость от колоректального рака. Это данные... Здесь, к сожалению, пропали надписи. Данные наших коллег из Нидерландов. Каким образом скрининг... К сожалению, не могу показать. Давайте тогда так. Каким образом... Мы обсуждали много раз иммунохимический тест, и то, что мы можем выбирать различные нормы этого теста. Вот это его преимущество. И в разных странах выбирались разные нормы. Но каким образом эта норма влияет на саму программу? Собственно, здесь показано, сколько мы можем сократить колоноскопии в рамках программы, если будем поднимать норму теста. Но при этом мы и столько же... Будет определенный процент неспасенных жизней, и этот показатель тоже будет повышаться. Поэтому выбор нормы – это баланс. Баланс между возможностями и ресурсами системы здравоохранения, и баланс между тем, чего мы хотим достичь, и сколько хотим предотвратить спиртей от рака. Опять-таки обсуждался здесь вопрос о стоимости программы скрининга. Здесь много компонентов, которые должны оцениваться, и мы не знаем, у нас нет этих данных по диспансеризации. В принципе, нет этих данных. Это сколько стоит сама организация программы, сколько стоит тест. Опять-таки, глояковая проба стоит копейки, иммунохимический тест стоит намного больше. Сколько стоит колоноскопия, и сколько стоит полипоктомия. Эти данные, они разнятся. Если мы возьмем стандарты, то я думаю, что это не объективная информация. И важный компонент – сколько стоит лечение выявленных раков. Потому что, зная эту стоимость, мы можем понять, сколько денег мы можем сэкономить. А это также… Эта стоимость… Это только стоимость. А также мы должны учитывать еще и количество. От количества зависит затраты в скрининговых программах. То есть количество тестов, количество колоноскопии, количество полипоктомии, количество выявленных раков. И здесь как раз на это все влияет и возрастная группа, которую мы выбрали, и интервал между тестами, и, собственно, качество колоноскопии. Собственно, как рассчитать затраты в будущем? Мы обратились к такому методу, как микросимулирование, или решили построить математическую модель, где задались вопросом, что бы было, если бы в Санкт-Петербурге мы запустили популяционный скрининг колоректального рака. И что будет в течение следующих 30 лет? И это выполнялось с помощью специальной модели, куда вносились данные о популяции в Санкт-Петербурге. И мы сначала решили, что будет, если мы запустим скрининг с разными пограничными показателями нормы для фид-теста. И мы увидели снижение как, собственно, от заболеваемости после небольшого пика, так и смертности. Но, понятно, чем ниже граница, тем больше мы могли снижать и заболеваемость, и смертность. Также мы посмотрели то же самое с охватом. И опять-таки охват, чем больше, понятно, чем больше охват, 40, 60 или 80%, тем больше мы можем снижать смертность от колоректального рака. Другой момент, который мы хотели посмотреть, сколько мы должны сделать колоноскопии, при этом, чтобы сравнить с количеством спасенных жизней. Что при покрытии скринингом 40% мы намного меньше жизни спасаем, но и намного меньше колоноскопии делаем. Ну и, соответственно, чем больше охват, тем больше мы тратим ресурсов, но и тем больше экономим, спасаем жизни. Аналогичная ситуация и с нормой для иммунохимического теста. Мы можем выбрать одну норму, мы можем выбрать другую норму. От этого также зависит количество спасенных лет жизни и количество колоноскопий. Собственно, мы решили посмотреть, каким образом влияет количество спасенных лет жизни от охвата при одной норме. Логично, что чем больше охват, тем больше жизни мы спасаем. Но обратите внимание, что от 40 до 60% прыжок выше, чем от 60 до 80. Ну и то же самое с интервалом. Опять-таки, чем меньше интервал, тем больше жизни мы спасаем. Но тем больше... Да, тем больше жизни мы спасаем, тем больше интервала, охват один, 60%. И среднее число колоноскопий в год при охвате 60% оно с годами на самом деле падает. Поэтому в перспективе это может в некотором роде снизить нагрузку на колоноскопическую службу, если запустить программу. Но это все, опять-таки, это все теоретические измышления. Это надо обсуждать и можно обсуждать в рамках возможной рабочей группы по модернизации, скажем так, диспансеризации в рамках превращения, по сути, в популяционную скрининговую программу. Пару слов о контроле качества. Это я завершаю этим. И как уже раньше, как передо мной докладчики сказали, это основополагающая составляющая программ популяционного скрининга. Важно, опять-таки, не только что мы делаем, но и как мы это делаем. И она играет ключевую роль при внедрении методик. И даже при небольшой девиации в качестве вред может превысить пользу. И как, опять-таки, обсуждая программу в Финляндии, не знаю, в других странах, мы получаем не те результаты, которые ожидаем. Это, возможно, причина в том, что низкое качество на каком-то из этапе этой программы. Как можно проводить контроль качества у нас и в рамках, например, колоноскопии? Это, во-первых, персональный учет всех колоноскопий. Это возможно сделать. Это не так сложно создать базу колоноскопий. Внедрить в международные стандарты, когда и качество колоноскопии. Они определены, они расписаны. Их, наверное, все специалисты, эндоскописты знают. Их нужно обязательно привлечь к этой работе. И, опять-таки, контроль качества – это, прежде всего, обучение эндоскопистов, единая база колоноскопистов. И, опять-таки, это может создаться рейтинг колоноскопистов. И только те, кто выполняют исследования на самом высоком уровне, только эти люди могут участвовать в программах скрининга. Потому что, опять-таки, это выявление патологии у бессимптомного населения. У тех, у кого очень сложно найти полипы, маленькие раки. Это очень сложно. Это должны выполнять специалисты самого высокого уровня. И в скринингах программах во всем мире участвуют только топ-специалисты. Например, для колоноскопии – это топ-эндоскописты. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Профессор Старинский. Это предположение, что, так сказать, как будет. Да, это предположение. Это не по факту. Конечно, до 2030 года. Да, 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 это модель. Кто будет реализовывать эти ваши программы? И какова будет эффективность? Когда мы можем узнать результаты? Ну, вот, собственно, для этого мы все здесь собрались. И следующие два часа мы посветим как раз круглому столу. И один из вопросов будет именно там поднят. Да. А главный коллапрактолог города, как он оценивает? Он согласен с вашими? Он участвовал в этом? Опять-таки, это чистое эпидемиологическое моделирование. Мы не обсуждали пока конкретную программу. И для этого нам нужно собираться все вместе и обсуждать это с участием, опять-таки, коллапрактологов, онкологов, эндоскопистов и врачей первичного звена. Спасибо большое за хороший доклад, замечательный. Хотел бы спросить, вы уверены, что за рубежом в скрининге участвуют топ-специалисты? Вы не оговорились? Я более чем в этом уверен. Спасибо за вопрос. Это как раз тот момент, который является ключевым для скрининговых программ. Я тоже был удивлен. Но здесь, опять-таки, объяснение простое. Проще намного найти опухоль у человека, у которого есть симптомы. То есть ее не пропустить при той же коллапскопии. Но надо иметь очень высокую квалификацию, чтобы найти небольшие полипы и небольшие опухоли, которые без симптомов. Но ведь это не задача скрининга. Скрининг – это оценить популяционную и пустить просто в скрининг определенные популяционные группы людей. И как раз нужен здесь топовый специалист. Здесь нужны люди, которые просто понимают вот эти вот движения тех когорт, которые идут на обследование. И вот тут топ-специалисты, наверное… Ну, дай бог нашим зарубежным коллегам, чтобы там действительно… Тогда у них сплошь топ-специалисты от ФАПов, что у нас называется, до МАПов. Вот, но, конечно, тут вот я бы не очень так с вами согласился. Но, может быть, это мое мнение. В этом-то и дискуссия. Спасибо большое. Да, я согласен. Здесь момент, что скрининг – это многокомпонентная программа. Она начинается на первом звене, но она, как правило, заканчивается у специалиста, уколопрактолога, у эндоскописта. И здесь качество должно быть на каждом этапе. Пожалуйста. Большое спасибо. Доклад хороший, поэтому и много вопросов. У меня к вам два вопроса, потому что опять это сквозит из доклада в доклад. Скажите, пожалуйста, скрининг – это какой вид профилактики? В данном случае, поскольку мы выявляем полипы, и первичная тоже, да. То есть вы относите скрининг… Колоритального рака. Только именно в данной ситуации. Только колоритального рака. В данной ситуации это так. Ну, понимаете, тоже и рак шейкемат. Сильно выявляется. Да, сильно. Самое главное, что все влияют на заболеваемость. Это одна ситуация. Вот комментировать не надо, все отлично все понимают. И вторая ситуация. Надо быть очень осторожными, конечно, с моделированием и с сохраненными жизнями. Сегодня мы все имеем, за каждый месяц… Мы такой сейчас мониторинг проводим. И вот я теперь понял, откуда берутся цифры по сохраненным жизням и по всему прочему. Это вот единственная такая маленькая ремарка. Остальное в дискуссиях. Спасибо. Спасибо большое за замечание. Да, ну, эти данные мы показывали впервые. До этого они нигде были не показаны, не опубликованы. Поэтому это… Не думаю, что ими кто… Не буду… Ну, я боюсь, что да. Еще вопросы есть? Вопросы еще есть? Господа, коллеги, вопросы еще есть? Нет вопросов. Дело в том, что вот я… Куда делся профессор Каплин? Он сказал и ушел куда-то. Или он здесь? А, да. Ну, может быть, не топ-топ-топ, но все-таки подготовленные специалисты нужны на каждом этапе, я думаю, во всей нашей работе. Так что это необходимо. Ну, а топ-топ – это, понимаете, где граница между одним топом и двумя-тремя топами. Но подготовленные специалисты везде нужны. А что касается моделирования, вообще это принятый метод оценки возможных эффектов тех или иных мер, здравоохранительских или каких угодно. И поэтому, конечно, так сказать, моделирование – это моделирование… Во всяком случае, мы оцениваем, мы думаем о том, что может быть, а не просто, так сказать, ввязываемся в нечто без понимания, что может быть. Конечно, тут могут быть цифры, которые, так сказать, ну, не совсем, так сказать, воспроизведутся в будущем, воспроизведутся в будущем. Но, во всяком случае, есть попытка подумать и оценить то, что нас ждет.